Бонзай Пепелайн это одна из самых известных волн в мире, которая оживает всего на пару месяцев зимы у легендарного северного берега острова Оаху. В дань уважения столь величественной силы природы и был создан Блэйк Монстр Пепелайн Панч. Так же как и одной именной волне, ему суждено стать легендарным. И красиво уйти, как легенда. Ну а сейчас, хей ребят, всем привет с вами я, Майк Вином, и это канал Пиксель. И это 145 выпуск НЖ Теста. Погнали! Заход в камеру. Я ведь это оставлю. Да, я ведь это оставлю. Оставь. Сука. И как я уже и сказал, сегодня у нас 145 выпуск НЖ Теста, в котором проверим Блэйк Монстр Энерджи Пепелайн Панч. Одна из последних новинок, появившаяся на территории России. И дело в том, что она дошла не до всех регионов, связи с уходом The Coca-Cola Company с территории России. В связи с известной всей ситуацией. Но будем надеяться на лучшее, что однажды все наладится и наши любимые наркозики никуда не уйдут. Но сегодня у нас обзор на вот эту вот малышку, которую наверняка пробовали те, кто заказывают польские энергетики. Так как энергетик Блэйк Монстр у нас уже неоднократно появлялся на обзоре, то для более подробного ознакомления рекомендую вам посмотреть 26 выпуска НЖ Теста, где был обзор на классический Блэйк Монстр. Там я подробно все рассказал по полочкам, а здесь по второстепенным критериям мы пробежимся очень быстро. Например, критерий рекламы. Это всеми узнаваемый логотип. Теперь он розовый. Да, по-моему он не рекламировался еще на территории России, но камон. Для энергетика Блэйк Монстра разве нужна реклама? Мне кажется, только реклама зеленого логотипа где-нибудь на автогонках, на мото-гонках, на ММА боях и прочих уже получает огромное распространение и большой респект, имея большой охват. И ты просто такой, оп, это очередной какой-то вкус Блэйк Монстр. Ну, в данном случае вообще я просто энергетика Монстр. Поэтому за критерии рекламы я ставлю 10 молний из 10, как и всегда. Кстати, насчет розовенького логотипа. Да, кто-то скажет, типа, бабский цвет, розовый, но вообще нет. Вообще, само название Попелайн Панч имеет отсылку. Дело в том, что, скорее всего, вы видели это в самом начале видеоролика, энергетик назван в честь самой крупной волны, которая имеет название Бонзай Попелайн. И большие волны сразу ассоциируются с какими-то тропиками. Плюс вкус этого энергетика имеет фруктовую основу. Да, в Россию не завозили такую фруктовую основу, и здесь используются только ароматизаторы. Но вообще, этот энергетик в оригинале создан на основе клубничного вкуса. И поэтому такой цвет, как по мне, выбран просто замечательно. И тут тоже, да, 10 из 10, плюс это узнаваемый логотип. Да, 10 из 10. Далее идет такой критерий, как цена. И цены немножечко изменились. Самый дешевый энергетик все еще можно найти за 69 рублей у какого-нибудь дяди Баси в ближайшей булочной или шаурмечной. Но самый дорогой я бы, например, купил его без скидки в пятерочке за 133 рубля. За алюминиевую банку объемом 0,449 миллилитров. Или, нет, это литров. Или 449 миллилитров. И таким образом ценовой диапазон у нас немножечко меняется и становится 69-133 рубля. Последний из первого типа критериев, это критерий удобства. И это самый худший критерий для этого энергетика, потому что тут всего один вид тары. Это алюминиевая банка, как я уже сказал, 449 миллилитров. Что заслуживает всего 4 молнии и 10. То есть у нас нет вообще никакого выбора. Но хотя бы дали самое удобное. На том спасибо. Далее мы с вами разберем состав. Итак, вода подготовленная, сахар, декстроза, регулятор кислотости, лимона, кислота и цитра натрия. Таурин, 240 миллиграмм на 100 миллилитров. Майдадекстрин, ароматизатор и консерванция, гладкая, бензат натрия. Растительные масла, кокосовая рапсовая, стабилизатор эфир. Крахмала и натриевая соль с октениляторной. Кислоты, кофеин 31 миллиграмм на 100 миллилитров. Подсластитель сукралоза, неоцин, левокарнитин, левотортрат. 4 миллиграмм на 100 миллилитров. Соль и назид 2 миллиграмм на 100 миллилитров. Напитка и краситель красный очаровательный. АЭС, тартразин, витамин В6, рибофлавин и витамин В12. В общем, все натурально и никакой химии. Приводов 9 миллиграмм на 100 миллилитров. Энергетическая ценность или калорийность 37 килокалорий или 153 килоджоулей энергии. Согласитесь, что это очень большой состав. Но кому какая разница до него, если тут просто в основном расписана, я так понимаю, основа. И сегодня, так как у нас обзор эксклюзивный из города Волгоград, сегодня будет также эксклюзивный краткий обзор. Сегодняшний краткий обзор проведет мой фьючер-супруг Дэн Майерс, а.к. Даня да Винчи. Ну, я думаю, понятно, что обзор будет проведен настоящим фанатом. Я даже вот так вот сделаю. Так, как бы, вот. Да, с твоей бритыми ножками. Поняйся. Итак, друзья, у меня в руках сейчас энергетик от компании Ощи по Ведьмаку. Со вкусом клубники и лайма. Можно шутку? Можно шутку? Ну, ну, ну. Если энергетик Ощи, почему нет энергетика? И так, друзья, давайте же... Там же включено? Да-да-да, конечно. Давайте же опробуем его. Так, где мы можем его там? Без разницы, мы друг другу в рот плюем. Это значит, будут писать в комментариях, типа, моргни три раза в следующем видео, если тебя держат за лунгикой. И ты такой, нет, нет, нет! По запаху. У меня просто пальцы в пали. Так, блин, помнишь вот те напитки, как они, блин, я не помню, как... С клубникой еще в белой ванночке такие называли. Милкис? Да, Милкис, вот... Вот серьезно, вот клянусь, вот по запаху, мне лично кажется, что как Милкис. Да. Ну, наверное, вкус клубники как раз и сразу ассоциация именно с этим напитком. Вот, поэтому предлагаю уже опробовать его на вкус. Ну, и по цвету, я смотрю, тоже красный. Ну, и по цвету, да, красный, как бы, ну, такой, больше даже розоватый такой оттенок, вот. С первого раза не определишь, что именно вот оно может напоминать, вот какой-то определенный вкус. Вот лайм, да, лайма тут прям вообще очень много. Эликсир очень вкусный, поэтому я очень его рекомендую, вот. Особенно, особенно, если вы, как я, заядывает фанат Ведьмака, вот, вы просто обязаны попробовать эту штуку. Погадайте, кто знает, Ведьмака только по мемасам. Не он, не он, это такая подсказка. Пишите в комментариях. Я пройду, я обещаю. Я очень хочу. Фанат должен какую-то фразу из Ведьмака отсунуть. Так, сейчас, погоди, я подумаю прям. Я долго думал, чтобы такое пафосное привести, процитировать. Дам вам домашнее задание. Закончите, пожалуйста, фразу. С нами лучше не валуй, лишь бы цел остался. Да, оператор сзади просто ликует. Вот. Я уверен, что истинный фанат Ведьмака закончит эту фразу прям в точности, как это было в игре. Вот. На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Оценочку, пожалуйста. А, оценочку. По десяти бальней шкалья. Секундочку. В самом деле, подобных энергетиков я раньше не пробовал. Правда. Признаться честно, извини, даже я не пробовал таких энергетиков. Да, это правда что-то необычное. И довольно сложно дать какую-то определенную точную оценку. Я бы дал ему что-то между шестеркой и семеркой. Наверное, шесть с половиной. Потому что, скорее всего, ну, не из-за того, что мне не понравилось, а скорее из-за того, что я просто не привык к таким энергетикам, потому что я их не пил. Вот. И, то бишь, я пил энергетики, в которых прям вот четко преобладал определенный вкус. Но тут же что-то даже какое-то необычное, и поэтому я не могу и поставить высокую оценку, но и в то же время низкую. Поэтому где-то вот такую... Расставимся на семи, чтобы избавиться от десятичных. Да, вот. Так что где-то вот шесть с половиной-семь. Вот. Ну, семерку, да. Прекрасно. Я, признаться честно, уже успел попробовать данный напиток. И во время краткого обзора, после одной конкретной фразы, я пытался не спалиться об одной просто забавной вещи. Для того, чтобы ее описать, я должен открыть энергетик и процитировать вам описание его запаха. По вкусу, по запаху это очень напоминает, как будто помело чистили, именно вот его палпинки. По цвету и газированности. По цвету он прям насыщенный такой оранжевый. По газированности он высокий. Пенка до сих пор заметна на стенках стакана. Так, цвет я бы даже сказал, знаете какой? Наверное, тоже проведу аналогию с помело. С таким цитросовым фруктом. Итак, переходим к тестированию вкуса. По вкусу это очень напоминает клубничный милкис. Серьезно? По вкусу этот энергетик напоминает очень клубничный милкис. До определенного времени я милкис как-то не очень любил. Для меня это казался газированный йогурт. Потом со временем я решил его перепробовать и понял, что в моих воспоминаниях почему-то вкус был намного гуще и, соответственно, противнее. Сейчас я пью этот энергетик, понимаю, что по вкусу он действительно очень годный. Мне после первого раза понравился. По вкусу это какая-то клубника с сливками. И хочу провести такой, перед тем, как дать оценку, и описать, вернее, оправдать оценку, которую я хочу дать, потому что об этом я тоже уже надумал. Я для всего этого я должен немножко поговорить. Попа Лайн Панч находится в той же линейке, что и такой напиток, как Блэк Монстр Манга Лока. Находятся они в линейке Джуси, то есть с соковой основой. В России, конечно же, этой соковой основы нигде ни там, ни там нет. Но густота вкуса ощущается. И когда на рынке появился Манга Лока, это был вообще один из первых энергетиков со вкусом манга. Он произвел прям бум. И несмотря на то, что сейчас на рынке перенасыщение манга, я все равно считаю, что та оценка, которую я решил поставить в Блэк Монстр Манга Лока, я ее оставлю. Этот же энергетик. Он идеально по вкусу, то есть описание вкуса это клубничное что-то. И это вот клубника со сливками, это очень вкусно. Но для жителей России клубника намного привычнее, чем манга. И я не скажу, что вот этот хуже чем-то, чем Манга Лока. Но из-за того, что Манга Лока для России была диковинкой, а вкус клубники это, ну у нас сезонная ягода считается, хотя ее и зимой можно найти даже. Я считаю, что тут оценка не максимальная, а всего лишь 9 молний из 10. Столько болтов, не только для того, чтобы сказать, почему 9, а не 10. Теперь ждем результатов энергетичности и... Все. Ждем. Итак, ребят, утро следующего дня и пришло время подводить итоги энергетичности. Хотя было бы странно, если бы итоги отличались от предыдущих результатов. Дело в том, что досидел я со своим другом до самого утра и в это время мы играли в настольную игру. То есть вы представляете, да, то, что куча текста, которые нужно читать, нужно вчитываться, понимать правила. И все равно мы досидели до самого утра. Мы легли спать только в 6. И то только потому, что вот сегодня в день, когда я снимаю, у меня поезд. Просто для того, чтобы чуть-чуть подремать и спокойно добраться до места отправления. Поэтому я считаю, что в данном случае я лишь в очередной раз подтвердил отличное действие энергетика Black Monster. И конкретно Popeline Punch. За энергетичность, как всегда, 10 монтней из 10. А на 4 рекомендации, скажу так, да. Я не сказал об этом, но энергетик получается ягодный. Но вот эта вот клубничная составляющая со сливками отличается вообще от всего, что есть на российском рынке. Если будете находить, если вы любите такие вот энергетики на основе сока, то этот вам тоже уверен, может зайти. Мне понравилось. Я определенно буду еще брать. Хотя, кому я обманываю, я уже набрал себе кучу. В принципе, на этом все. Если вам понравился обзор, то ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте то, что первая ссылка в описании будет ссылочка на донат. А всем удачи до новых встреч и пока!